Так, ну что, да, сегодня такой необычный, немножко волшебный эфир получится. Я надеюсь, мне очень бы хотелось в это верить. Сегодня у меня день рождения, спасибо огромное всем, кто уже поздравлял меня. Не обязательно это делать в прямом эфире, если чувствуете, что... Ну, чтобы не отвлекать, да, не отвлекаться на эту тему. Просто мне показалось логичным прервать мое вот такое, не знаю, там месяц, наверное, может быть, чуть-чуть больше отсутствие в социальных сетях, прервать вот таким вот прямым эфиром, на котором я бы поделился какими-то важными инсайтами, мыслями, выводами, если можно так сказать, которые мне помогают в жизни. Так, что касается... Давайте немножко о том, что у меня проходило. Если кто меня не знает, я Никулин Константинов, я психолог, сексолог. Я пропадал немножко из социальных сетей. Много всего у меня тут происходило за это время. И различные поездки, и очень большое количество работы в разных проектах, и в том числе и консультационная деятельность. И так получилось, что я почувствовал, что мне нужно сделать паузу. И эта пауза немножко затянулась, да. Но такое бывает. Но я хочу сказать, что она еще немножко пока продолжится, да. То есть там была пауза такая без социальных сетей, но с активной работой. Сейчас я немножко активную работу поставлю на паузу. И пока в социальных сетях тоже не буду активничать. Но я думаю, что это пойдет только на пользу. Я немножко подзаряжусь, наберусь энергии. Более того, учеба, которая у меня есть, она будет продолжаться. И та информация, которую я там получаю, тоже, надеюсь, будет интегрирована и подана вам максимально полезной и такой практичной. Какая тема сегодня? Сегодня я так подумал и назвал тему 10 главных выводов за 38 лет моей жизни. Не могу сказать, что те выводы, которыми я поделюсь, это были выводы прям с первых лет моей жизни. Наверное, это все-таки больше какие-то уже такие осознанные годы. Но тем не менее. Не претендую на какую-то истину. Более того, знаете, когда я готовился к сегодняшнему прямому эфиру, я понял, что большинство из этих мыслей – это не мои мысли. И те, кто изучают мышление, тоже понимают, что большинство наших мыслей, которые мы думаем в автоматическом режиме каждый день – это не наши мысли. То есть 99% – это мысли, которые когда-то от кого-то мы услышали, и мы их обдумываем. Можете себе представить, то есть мы тревожимся не за счет наших мыслей, а тех, что мы услышали от кого-то по новостям, от друзей, знакомых или еще чего-то где-то прочитали в книге и в кино увидели. Мы мечтаем тоже во многом не своими мечтами, да, не своими мыслями. И сразу хочу сказать, что это не какие-то мои инсайты, озарения, но в чем-то да, но в большинстве своем, скорее всего, кто-то когда-то ранее это тоже озвучивал, да, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы воспринимали это просто как точку зрения, которая имеет место быть, да, и, возможно, может быть полезным и вам. Итак, 10 главных выводов. На самом деле я их подготовил чуть больше, там, порядка 12 на прозапас, если у нас останется время. Мы сегодня порядка часа, я думаю, в эфире побудем, но поделюсь 10, если останется время, то еще 2, как минимум хотя бы просто проговорю. Первый вывод, который… Да, вот Дина задает вопрос, скажите, пожалуйста, о мысли, о прошлом, что это? Вы знаете, есть такая притча про клубничку или там про малинку, наверное, я уж подзабыл про что оно, когда тигр бежит за человеком, человек убегает от тигра, падает с горы и хватается за веточку, а внизу его поджидает другой тигр. И он висит на этой веточке и видит, ну, там, допустим, малинку, ягоду, да, и берет ее и кушает. И вот тигр, который за ним бежал на горе, это прошлое. Тигр, который ждет его, грубо говоря, внизу, это будущее. И веточка – это вот такой настоящий момент. Ну, а вишенка там или малинка – это вот вкус настоящего момента. И вот важно уметь быть в настоящем моменте. Мысль о прошлом – это очень часто может быть сожаление, это очень часто может быть возврат в то желаемое, идеальное какое-то прошлое, которое было. В любом случае, это точно не настоящее. Ну, давайте, первый вывод, который я хочу проговорить, это то, что не важно, кто вы, важно, куда вы идете. Мы очень часто, особенно в современном мире, как мне кажется, ну, используя такой сленг, заморачиваемся на тему того, кто мы, как мы выглядим, какие у нас знания, умения, навыки, кто мы вообще. Где вот недавно я работал с одной женщиной, которой возраст близок к 50 годам, и она говорит, я чувствую, что я даже не понимаю, кто я, да, и у меня нет на что опереться внутри себя. И вот, на мой взгляд, это важная мысль, но не настолько важная, как то, куда мы идем, как то, куда двигает нас зов нашего сердца. И гораздо лучше опираться в своей жизни не на то, кто мы, потому что кто мы – это тоже такие условные, описательные, ну, допустим, я скажу, я психолог, или там отец, да, или муж, или там мужчина. Это все очень относительные ярлыки, которые можно, притягивая за уши, навесить на себя. Гораздо важнее имеет то, куда мы идем. И даже если мы на данный момент не чувствуем, что мы состоявшийся человек в чем-то, да, знаете, этот синдром самозванца, но при этом мы понимаем, куда мы идем, мы понимаем, куда зовет наше сердце, это гораздо важнее и полезнее, как мне кажется, для каждого человека, чем заморачивая на тем, насколько я соответствую каким-то своим даже ожиданиям, да. Знаете, есть такая хорошая теория «будь лучшей версией себя». Мне она нравится до тех пор, когда она уже не переходит к границу перфекционизма, да, до тех пор, когда она уже не начинает человека демотивировать, наоборот, что, ну вот тут ты был не лучшей версией себя, или нет, ты не имеешь права там на отдых или на лень, потому что ты таким образом не станешь лучшей версией себя. Вот лучшая версия себя здорово, но дать себе право, дать себе возможность не быть лучшей версией себя, это тоже про целостность, про какую-то целостность себя, целостность своей личности и вот это внутреннее единение с самим собой. И еще вот в этот же такой первый вывод я бы хотел добавить такую фразу «найдите баланс между своей исключительностью и обыденностью». По секрету скажу, что первый вывод, который я хотел написать, это был вывод про любовь к себе. Да, вот это тот самый такой попсовый вывод, о котором, наверное, почти все психологи говорят, но я понимаю, что здесь такой спорный вопрос, то есть, а где грань между любовью к себе и, например, эгоизмом, можно долго дискутировать на эту тему. Мне бы хотелось показать этот вопрос с другой стороны, с другой точки зрения, что очень важно понимать, что при всей той исключительности, которая есть у каждого из нас, какая-то особенность, уникальность, нужно при этом признавать свою обыденность. Ну, знаете, на примере меня в какие-то моменты, когда там чего-то достигаешь или тебе говорят много приятных слов, комплиментов, вот при всем при этом нужно себе напоминать, что ты — это ты, ты — это не какая-то звезда, ты — это не какой-то там мегачеловек, да, ты просто ты. И для меня абсолютно нормальным является, там, не знаю, приехать в деревню, покопать картошку или, там, помыть полы у себя в подъезде, я это иногда делаю. Абсолютно нормально для того, чтобы было чисто, да, для того, чтобы соединиться с самим собой и понять, что ты — это вот не все вот это, что тебя окружает, или то, что видно, ну, вокруг себя, да, вокруг того, что видно обычному человеческому глазу. Да, спасибо, я тоже соскучился по вам, и для меня огромная ценность быть сегодня с вами. Хорошо, второй вывод, который я бы хотел сказать. Я хочу все успеть, но при этом еще поотвечать на ваши вопросы. Отношения — это не пассивный доход. Вот такая фраза тоже я когда-то ее слышал, она мне очень понравилась, и я начал ее примерять на свою жизнь, и вижу, что это действительно так. Причем я это хочу сказать про любые отношения. Отношения супругов, да, ну, между партнерами, отношения дружеские, отношения между детьми и родителями. Это не пассивный доход. Ну, что имеется в виду? Наверняка вы знаете вот эту теорию рантье, когда ты можешь купить квартиру и сдавать ее, просто получая пассивный доход. Ну, условно, понятно, что там все равно есть какие-то ограничения, есть какие-то особенности. Ну, грубо говоря, ты ничего особо не вкладываешь. Вот с отношением так не получится. Нам иногда кажется, что вот мы полюбили друг друга с первого взгляда, или там у нас так много общего, много интересов, это так здорово, так круто, и мы можем жить так до конца своих дней. Я убежден, что это либо до поры до времени, либо вообще очень в единичных случаях. Потому что самое важное, что отношения это не пассивный доход, отношения нужно выстраивать. Иногда прям превозмогать себя, иногда прям трудиться над собой, чтобы лишний раз там позвонить товарищу или другу, которому ты давно не звонил, лишний раз сказать какие-то добрые слова близкому человеку, маме, папе, дочке, сыну, супруге или супругу. Одно маленькое слово, оно может быть тем самым кирпичиком, который и не даст разрушиться вашим отношениям. Потому что, скорее всего, если над отношениями не работать, то они больше подвержены какой-то эрозии, ветру, силам природы, которые разрушают этот дом, это здание, отношения. Поэтому, на мой взгляд, работает только труд над отношениями. Это, может быть, не очень хорошая новость для кого-то, но я так много замечаю пар и семей, и вообще людей, которые были, не разлей вода какое-то время, а затем они рады бы даже быть вместе, но у них уже нет вот этого, того необходимого и достаточного количества общих кирпичиков, которые объединяют этот дом. Спасибо большое за поздравление. Так, третий вывод. Третий вывод, не отходя как бы от кассы, да, не отходя от второго, про любовь. Не устану про эту тему говорить, потому что, во-первых, люди очень часто, и мы все вместе путаем, что такое любовь, что такое влюбленность. И я помню, как-то слышал высказывание одного батюшки еще очень давно, по телевизору, в какой-то воскресный день, когда он сказал, что влюбленность — это вот такое пламя пылающее, а любовь — это очень часто тусклый свет в лампадке, который, ну, который светит, но который очень тихий, безмолвный, но он греет и он светит. И я тогда задумался, да, что любовь, она, скорее всего, не кричащая, любовь, она, скорее всего, не такая пылающая, не страстная. Скорее всего, это больше про влюбленность. И здесь, конечно, мне хотелось бы сказать такой, может быть, спорный вывод о том, что я прошу вас разделять такое понятие, как невротическая любовь и здоровая любовь, да. Невротическая любовь — это то, когда мы говорим или ощущаем, что мы не можем жить без этого человека. А здоровая любовь, она говорит буквально другой подтекст, другой смысл, что я чувствую себя счастливым и в одиночестве, но я выбираю быть с этим человеком. Вот это принцип здоровой любви. И наверняка вы слышали когда-то раньше, что идите в отношения только тогда, когда вам наедине с самим собой комфортно, счастливо, уютно и вам хорошо. Тогда есть вероятность, она как минимум повышается, что в отношениях вам будет тоже хорошо. Но когда мы идем в отношения для того, чтобы... Причем неважно, какие отношения, многие ведь и рождают ребенка для себя для этого, только лишь для того, чтобы закрыть свою какую-то дыру и пустоту, то эти отношения, скорее всего, обречены либо на расторжение спустя какое-то время, либо обречены на страдания обоюдные. Если кто-то из партнеров перерастает в такие отношения, то они разрушаются. Если оба таких немножко травмированных, да, один больше донор, другой больше рецепиент в этих отношениях, то, скорее всего, эти отношения будут просто такими страдальческими, постоянно кому-то чего-то будет не хватать. Вот. И, конечно же, здесь моя любимая теория. В следующем году я планирую целый год обучаться этой теме, тема внутреннего ребенка. Представляете, целый год обучения, ну, там оно, по сути, происходит раз в месяц, там три дня полных с погружением по теме внутреннего ребенка, исцеления внутреннего ребенка, того, какие травмы, того, на каких стадиях, начиная от перинатальной стадии это происходит, как это влияет на жизнь будущего человека. Мне эта тема безумно интересна, и, наверное, вот я, знаете, поделюсь такой историей, и темой точнее, что у психологов есть мнение, точнее у психологов, которые работают с маркетологами, что ты должен быть, как бы, полезен в какой-то одной теме, ты должен быть специалистом в одной теме. Я, в принципе, теоретически разделяю эту идею, она мне нравится, но до конца у меня пока не получается определиться с запросами любимыми, ну, отлично у меня. Но есть уже запросы, которые, там, я стараюсь не брать, это зависимости различные, алко-наркозависимости, это дети до, там, 18 лет, это поиск предназначения, мне не очень близок этот запрос, хотя я сам, потому что я сам долго искал ответ на свой вопрос, в различных моментах он проявлялся, и это суицидальные, да, какие-то вот такие вещи прямо на краю. Но при этом недавно себя поймал на мысль, что мне очень нравится и очень бережно нравится работать именно с вот этим внутренним ребенком, который есть у каждого из нас, который, ну, там все обиды живут, там все страхи живут, там все переживания живут, да, и, по сути, никто не приходит ко мне практически, ну, кроме, там, психологов, ко мне как к психологу и не говорит, Константин, подлечите моего внутреннего ребенка, так никто не говорит. Это я уж, так скажем, немножко посвящаю вас, да, в кухню нашу психологическую. Но так или иначе, даже если я не проговариваю эту тему, что мы сейчас работаем с вашим внутренним ребенком, мы все равно к нему приходим. Тогда, когда человек говорит, ой, вы знаете, а я вспомнил, я вот стал бояться, например, этого, да, после того, как у меня в детстве вот было это, спрашиваться, ну, почему так? Ну, вот так устроен человек. Так, и к чему я это рассказываю? К тому, что вот если мы чувствуем, что кто-то нам должен заменить, там, весь мир, кто-то для нас как воздух, это скорее всего, что какая-то внутренняя часть нашей личности, условно можно назвать ее внутренним ребенком или еще кто-то, глобально очень много, недополучил чего-то, и в лице этого партнера, либо партнерши, либо дела, либо детей, я затыкаю вот ту недополученную дыру, которая у меня образовалась в детстве. Отношения это труд, верно, а я такая пассивная всегда и со всеми. Наталья, круто, это где вы будете эти знания получать? Это в центре эмоционального образа терапии Николая Дмитриевича Линды, ну, кто знаком со мной, знает, что я активно использую этот метод в работе эмоционального образа терапии, и там есть целый такой курс годовой, ну, там у меня будет два курса по психотравме годовой и курс по внутреннему ребенку, тоже годовой. Вот, так что всем рекомендую, но кто уже знаком, там нужно будет сначала пройти эмоциональный образ на терапию годовой курс до того, чтобы идти вот по этим дальше ступеням. Двигаемся дальше. Найдите баланс между своей мужской и женской частью. Это четвертый вывод. Наверное, это звучит немножко странно для кого-то, какая еще внутренняя моя там мужская или женская часть. Ну, на самом деле, условно, и это далеко до всяких психологов было еще придумано, да, ну, это так, немножко сарказмом, самой иронией. Восточная философия про инь и ян, да, говорящая о том, что в каждом из нас есть мужское и женское начало. И это так красиво проявляется, когда ты видишь человека и работаешь с ним, например, через образы и предлагаешь увидеть его внутреннего мужчину и внутреннюю женщину. И там приходят настолько яркие, настолько интересные образы, да, например, там бывает там рыцарь, мужская часть, а женская часть там как роза, да, у мужчины. Но бывает, кстати, что и у женщин мужская часть, она словно более такая развитая, напористая, насыщенная. И просто даже от одного этого простого упражнения, когда, ну, представь, если бы твоя мужская и женская часть, условно представим, что у каждого из нас есть мужская и женская часть, на что она была бы похожа, скажи. И человек представляет и говорит, вот такая вот такая, и кто-то сразу ловит такой инсайт и говорит, ух ты, а что-то у меня как будто только одна мужская часть, а женская часть там какая-то маленькая бабочка, ее и не видно, говорит женщина. И тогда это бывает таким очень мощным озарением о том, что, наверное, у меня какой-то дисбаланс произошел, и уже это может стать, ну, как бы мишенью терапии, то, над чем можно работать. Поэтому старайтесь находить, чувствовать, насколько вы в балансе, потому что иногда реально бывает ситуация, где и мужчине нужно проявить свою, ну, опять же, условно скажем, женскую часть. Что такое женская часть? Это наши дипломатические качества, это наша гибкость, это наша чувственность, это наше умение сопереживать, это наше умение, ну, предчувствовать интуиция, да. Мужская часть, это напористость, это целеустремленность, это такая логика, это решительность, это активность, такая огненная активность, да. И она может быть и мужчин, и женщин, и разный дисбаланс. Ну, вот сегодня я заезжал за дочкой на машине, ну, с супругой вместе, и жена шла в школу за дочкой, я сижу в машине и наблюдаю, как женщина такая, охранник, знаете, вот, ну, карикатурный такой образ, ну, там она закрывала ворота рядом со школой. И вот такой карикатурный прям охранник, то есть со спины это даже не понять, это мужчина или женщина. И она настолько органична в этом образе, настолько ей комфортно, как мне кажется. То есть она закрыла ворота, шла такая, сплюнула что-то там, попинала ногой и пошла дальше. То есть это так гармонично смотрелось, и при этом я понимаю, что, возможно, у нее есть какие-то внутренние конфликты, которые могут отражаться просто даже на телесном уровне, да, которые могут отражаться в отношениях. Дай бог, что все у нее хорошо, но просто это не значит, что все должны поголовно, там, иметь определенный баланс. У женщин должно быть больше женского, у мужчин больше мужского. Ну, в идеале, да, но если человек никак не страдает от этого, от своего дисбаланса, то почему, почему бы и нет, почему бы и не быть вот таким вот, вот так проявленным в этом мире человеком. То есть я за такое принятие в этом вопросе. Но все-таки, если человек понимает, что что-то в этом не то, да, так сложилось, да, я там 40 лет так живу, но, наверное, может быть, что-то попробовать поменять, то я за то, чтобы пробовать менять. Я за то, чтобы изучать себя, исследовать и находить какие-то новые ответы. Так. Идем дальше. Пятое. Вы знаете, этот вывод, он звучит так, что мы одновременно и строители, и строительный материал. Здесь речь идет про обстоятельства. То есть обстоятельства влияют на нас, но и мы влияем на обстоятельства. Это из серии того же самого, может быть, знаете, вопроса, что было первым, яйцо или курица. И кажется, когда смотришь на кого-то и думаешь, ну, конечно, ему или ей повезло, у нее такая семья, у нее такая база стартовая была успешная, хорошая, да, у нее или у него. Ну, конечно, отлично. То есть мы оправдываем этого человека обстоятельствами. Но при этом мы все знаем, что, смотрите, человек был в таких ужасных каких-то условиях, и он превозмог, он сделал что-то такое мощное, великое, ну, даже в масштабах его семьи, да, не обязательно великое, на весь мир. И мы говорим, он человек такой, знаете, есть выражение self-made man, человек, который сам себя сделал. То есть, значит, и обстоятельства, да, и мир прогнулся под него. Ну, вот я склонен думать о том, что это такая смешанная субстанция, и мы влияем на обстоятельства, и обстоятельства влияют на нас. Ну, вы наверняка слышали, знаете, у меня дочка занимается спортивными бальными танцами, да, и вот у меня первая ассоциация, которая пришла на ум, это как парный танец, как балет. То есть, обстоятельства и наше решение ежедневное, которое мы принимаем по поводу этих обстоятельств, это своего рода такой танец. И нельзя сказать, кто здесь ведущий, кто здесь солирует, кто здесь главнее, и человек генерирует обстоятельства, и обстоятельства влияют на человека достаточно сильно. Мне бы хотелось, чтобы вы какую-то красивую метафору для себя вывели, которая могла бы вам помогать тогда, когда обстоятельства сильнее у вас в чем-то, или тогда, когда вы смогли обстоятельства, ну, повести за собой, что ли, если можно так сказать. Спасибо большое за добрые слова, которые вы пишете. Хорошо, ну, давайте таким активным темпом, ну, вот, практически полчаса прошло, мы уже к шестому выводу, мы с вами движемся в хорошем темпе. Хотел бы немножко про счастье поговорить. Вы знаете, это та тема, которая мне очень близка, это та тема, на которую я всегда рассуждаю, и какие бы примеры в своей работе я не видел, мне кажется, крайняя точка всех стремлений это ощущение счастья, ощущение гармонии, внутреннего покоя. И очень много философов, психологов, экспертов в этом вопросе, которые много рассуждали на эту тему, и мне бы хотелось тоже поделиться своими выводами, которые мне помогают. Мне кажется, что счастье это не продукт какой-то теории, то есть, когда ты так умозаключил, и все, и у тебя теперь стабильно на всю жизнь счастье. Нет, счастье это скорее продукт твоей жизнедеятельности, ну, в хорошем смысле этого слова, то, как ты проживаешь эту жизнь. И как-то моя мама вот вспоминала и вспоминает иногда, что я любил там в детстве, когда бывал у бабушки рядом с рекой, я выходил на берег реки, а он был такой, знаете, весь, ну, там, помойка была, какие-то отходы сбрасывали на этот берег. Я выходил маленький на берег этой реки, размахивал так руки и говорил, ну, там, не знаю, вряд ли я говорил, господи, ну, может быть, ну, типа, ах, как жить-то хорошо. Вот, и это было совсем ранний возраст, я даже себя не помню, наверное, это три годика, может, еще раньше. И, на мой взгляд, это у многих детей в крови, если это как-то не ломается, если это как-то не рушится под силом, опять же, всех тех же обстоятельств, да, все тех же конфликтов в семье, которые ребенок видит, там, психологического, физического, сексуального насилия, с которым, к сожалению, многие дети сталкиваются в своей жизни, если это не рушится, то в большинстве своем, опять же, если мы не берем какую-то психиатрию детскую, которая нередко бывает врожденная, то у ребенок, у него очень открытый взгляд на мир, очень позитивный, очень интересующийся и очень ищущий. И вот, по сути, наша задача разучиться быть взрослыми, не научиться счастью, а разучиться быть взрослыми, в хорошем смысле этого слова, да, как бы под контролем своего взрослого, выпустить, опять же, смотрите, мы идем к своему внутреннему ребенку, к тому творческому, легкому, игривому началу, которое есть у каждого из нас. Вчера вечером мы с дочкой, она, такая есть песня, clap snap, может быть, в YouTube забейте, clap snap, и она там с ускорением. И вот она говорит, пап, давай будем просто танцевать, я буду показывать, ты будешь за мной повторять. И в какой-то момент мы вошли настолько вот этот в раж, в состояние потока, там все и ускоряется, ускоряется эта музыка, и это такой детский танец, но он такой прикольный, он такой веселый. И в какой-то момент я вот именно на долю секунды я поймал себя вот в абсолютной тишине в голове, то есть это просто эйфория от действия, от процесса. И, наверное, отчасти смысл жизни заключается в том, что как бусины надевать на нитку, да, на леску вот эти мгновения, собирать ожерелье жизни, каждый свое, у каждого оно будет уникально, неповторимо из-за разноцветных камней и каких-то вот таких украшений. Но вот эти моменты, они особенно ценные, это то, что, наверное, и будет это ожерелье, наверное, пролетать перед концом жизни у каждого из нас перед глазами. И давайте немножко про счастье, какие выводы тут я себе понабросал. Ну, во-первых, эта фраза, что у меня есть все для того, чтобы быть счастливым прямо здесь и сейчас, эта фраза, если ее принять как аксиому и просто применять в любой ситуации, когда вам некомфортно, когда хорошо, когда тоскливо, когда весело, когда грустно, когда вы злитесь, когда вы радуетесь, сказать себе, у меня есть все для того, чтобы быть счастливым прямо здесь и сейчас. И посмотреть, что внутри начнет генерироваться, как отклик на эту фразу. Просто попробовать поверить, как будто бы у меня есть все для того, чтобы быть счастливым здесь и сейчас. И наше сознание, и, наверное, подсознание тоже начнут подкидывать нам идеи по поводу того, что действительно у нас есть для того, чтобы мы могли себя ощутить счастливым в этом моменте. И еще мне понравилась фраза. Это не мои все фразы, скорее всего, их где-то когда-то кто-то говорил, где-то, может быть, читал. Счастье — это быть соучастником лучшего из возможного в моменте. Вот все-таки отклик про стать самой лучшей версией себя, он до сих пор как-то идет во мне, но не вот, типа там, сравнивая себя настоящим с тем, каким ты был в прошлом. Да, это неплохая теория, но нередко она уводит нас от состояния счастья. А счастье — это в моменте. Вот здесь и сейчас есть, допустим, там несколько человек рядом с вами, или вы присутствуете на этом прямом эфире. Вы проявляете себя сейчас наилучшим образом из возможного в моменте. То есть это не значит, что нужно что-то писать, да, это не значит, что нужно там на сто процентов слушать. Просто вы сами, как вы понимаете, наилучшим ли образом вы проживаете этот момент. То же самое, в принципе, можно сказать и про какие-то непростые ситуации. Ведь они тоже даны для проживания. Мне не нравится, когда люди говорят, что там, не плачь, не реви, не грусти, все хорошо. Да почему плачь, грусти? Если тебе сейчас тоскливо и грустно на душе, выпусти, прояви эти эмоции. Если тебе радостно, тоже выпусти и прояви эти эмоции. Эта жизнь, она вот такая разная. Да, не всегда это бывает, ну так, грубо скажу, выгодно нам. Да, где-то приходится сдерживать, где-то приходится играть другую эмоцию. Так бывает. Но я бы не стал отделять эмоции на негативную, позитивную. Еще мне нравится фраза «счастье» — это бабочка, севшая на плечо, когда ты в моменте здесь и сейчас. То есть как только мы начинаем гнаться за этой бабочкой, она ускользает. Счастье — это бабочка, которая просто садится нам на плечо, когда мы в моменте здесь и сейчас. И вот прямо сейчас же можно начать беспокоиться, переживать о чем-то. Прямо сейчас можно жалеть о том, что было с утра или о том, что было когда-то. Но этого уже не вернуть. Это как перемалывать то, что уже не имеет вообще никакого веса и ценности. И это как минимум прогонять эту бабочку, которая стремится каждый момент сесть к нам на плечо. Словно что-то высокое, словно большое, там, Всевышний, да, Господь, Вселенная, как угодно это называть, и постоянно стремится прикоснуться к нам. И это происходит только в моменте, когда мы переходим в состояние здесь и сейчас. И вот эта фраза мне тоже нравится. Мы не можем быть потребителями счастья. А, к сожалению, в настоящее время, настоящая культура показывает о том, что многие хотят потреблять счастье. Культура потребления пронзила все наши сферы. И счастье мы хотим потреблять, но не получаем радости, потому что превращаем это в удовольствие. А счастье и удовольствие – это разные вещи. Так вот, счастье мы не можем потреблять, мы можем только производить его, а точнее производить причины для него. Стать таким мини-заводиком, стать такой фабрикой по производству причин для счастья. И это легко понять, когда ты заглядываешь в глаза людей, у которых жизнь намного хуже, чем у тебя, но ты видишь в них больше радости, больше гармонии, больше покоя, чем у тебя. И задумываешься, наверное, все-таки не в обстоятельствах дела, а в том, как человек интерпретирует все то, что с ним происходит. Так, спасибо, друзья, за ваши лайки. Сейчас я посмотрю. Если выпускать своего ребенка в хорошем смысле. Ну, вы знаете, если ребенок выпускается, он всегда будет в хорошем смысле. Другой вопрос, что это может не понравиться кому-то другому. И здесь ваши внутренние взрослые на то есть, чтобы помочь контактировать. У меня всегда такая метафора, это знаете, как песочницы. Если детей оставить там двух годовалых примерно в песочнице одних, но они явно начнут через какое-то время там спорить или драться. Но когда рядом просто стоят взрослые, там, мамы, папы этих детей, они помогут им наладить коммуникацию, наладить игру. Вот точно так же наши внутренние взрослые при общении друг с другом должны стоять на страже. Но поистине творческий процесс рождается тогда, когда вот эти внутренние ребенки, внутренние дети выпущены у обоих из людей. И вот этот контакт, что с любимым человеком, да, что в сексуальном плане, что в творческом плане, что в бизнес-плане, что в клиент-терапевтическом плане тоже. Когда клиент видит, что перед ним не просто маска какого-то доктора, там, психолога, научного, знающего безумно какое количество лет, и просто уже становится стыдно от того, что ты пришел с какой-то вот такой проблемой ужасной, непонятной. Как тебе ее сейчас рассказать, да, и ты когда говоришь о своей проблеме психологу, ты считываешь каждую мимическую, там, мимический знак, да, как он это воспринимает. И когда твой внутренний ребенок садится рядышком в этот момент терапевтического, терапевта, психолога, да, и рядышком и говорит, давай поиграем, давай вместе, давай послушаем, давай расскажешь, что с тобой происходит, то этот контакт становится намного более созидательным. А если мешают страхи, неуверенности или стыд, как себе помочь? Ну, знаете, я думаю, что лучше мне на какую-то тему отдельный эфир создать, да, про тот же страх, про ту же неуверенность, про тот же стыд. Простых нет советов, вот если честно. Эти простые советы будут, ну, такими банальными, из серии идти на свой страх, преодолевать свой стыд, проговаривать, что тебе стыдно, проговаривать, что ты боишься, и при этом отслеживать, а что тебя триггерит. Но триггерит имеется в виду, какая мысль автоматическая создает вот это ощущение страха, стыда и так далее. О чем ты думаешь, когда ты испытываешь эти эмоции? И там дальше с этими мыслями можно работать. Но это уже больше про такую работу, наверное, с психологом. Можно вам написать в директ? Конечно, пишите, да, по возможности я стараюсь отвечать. Не всегда быстро это происходит, но пишите, да, по поводу вопросов, по поводу консультаций, по поводу всего, что есть. Если теряешь вдохновение, мотивацию на счастье, что делать? Кристина, наверное, у вас для этого есть определенные причины потерять мотивацию на счастье. И, скорее всего, внутренняя какая-то ваша часть разочаровывается. У нее наверняка есть какие-то, то есть в бессознательном подсознании есть какие-то выводы, например, что я недостойна этого, что у меня этого никогда не будет, что счастье невозможно достичь. И вот очень важно научиться отменять вот эти ранее принятые решения. Что делать, если нет энергии, ничего не радует, как раньше, как будто внутренний огонек погас, пробовал пить антидепрессанты, спорт, но все равно все возвращается заново. Ну, это может быть похожим на депрессию, если тем более вы пили антидепрессанты, наверняка вам кто-то их выписывал, я так подозреваю, врач-психотерапевт или психиатр. И, в принципе, они, ну, вот даже на моей практике у моих клиентов дают очень неплохой результат, хотя я не сторонник там явно фармакологии. Здесь я бы, опять же, вы просите меня дать совет на что-то, что может быть потребует несколько консультаций, длительных, да, консультаций для решения. Как минимум я бы посмотрел, опять же, в свои автоматические мысли, о чем я думаю, как я вижу этот мир так, что я в итоге страдаю, как я придумываю себе этот мир, потому что мы все с вами живем в разной реальности. Мы можем находиться в одной комнате, кушать одну еду, общаться с одними и теми же людьми, но мы будем придумывать себе разный этот мир. Один скажет, вот, он что-то злорадничает, другой скажет, ух ты, как классно он шутит про одного и того же человека, третий скажет, да ну вообще какой-то непонятный человек, не хочу, боюсь его. То есть один и тот же человек, но мы все интерпретируем это по-разному. И вот так весь мир мы себе интерпретируем по-разному. И наверняка у вас есть какой-то автоматический такой поток мыслей, который бежит у вас в голове и заставляет страдать в моменте. То есть посмотрите, проанализируйте свои мысли. Но, а если говорить, например, эмоционально-образная терапия, да, она работает через образы. Попробуйте представить, на что похоже вот ваше состояние, на какой образ. Попробуйте придумать ему противоположный образ. Можете представить такой круг счастья, круг радости и попробовать на полу, как будто бы закрытыми глазами. И попробовать словно войти в него и почувствовать, как энергия вот этой радости наполняет вас изнутри. Но это не все так просто. Там могут быть определенные блоки, что-то мешает. Нужно смотреть, что это. Это могут быть прям какие-то установки. Так, ну что ж, давайте двигаться дальше. Эмоции пропали в тревоге, бывают. Не знаю, это вопрос или нет. Седьмой вывод, да? Да, седьмой. Для успеха важно не то, что ты умеешь делать, а то, что ты можешь делать долго и системно. Причем я беру успех не только там в каком-то деле, в бизнесе. Опять же, успех в отношениях, успех в воспитании детей, успех в изучении английского языка. Важно не то, что вы умеете делать. Да, я человек тоже, который там лет 7-8 посвятил спорту и который раз там убеждался, что есть такое высказывание «Дисциплина бьет класс». Что дисциплинированный спортсмен спустя на долгой дистанции, на долгом времени победит талантливого, но недисциплинированного спортсмена. Поэтому вот эта теория маленьких шагов, она мне очень откликается. Маленький шаг, но каждый день даст гораздо больше результат, чем большое количество шагов, но раз там в месяц или раз в год. Хорошо, давайте дальше. Восьмое. Ваша реакция на вашу ошибку сегодня влияет на качество вашей жизни завтра. Еще раз проговорю. Ваша реакция на вашу ошибку сегодня влияет на качество вашей жизни завтра. Именно то, как мы реагируем. Вы знаете, я где-то тоже помню свою такую теорию, видел, не свою, в смысле, такую теорию видел, где в виде айсберга были представлены действия самых успешных людей в этом мире. И было сказано, что их дела, которые помогли им преуспеть, это вот вершина айсберга. А куча ошибок, того, что у них не получилось, там, каких-то провалов, это вот то, что лежит под водой у айсберга. То есть, получается, там, 5% это успешных дел, 95% это неуспешных. И это люди, которые, там, преуспели в этой жизни. Я тогда задумался и начал рассуждать, что если успешного, что отличает успешного человека от неуспешного? Наверное, количество дел. То есть, менее успешный человек, да, наверное, элемент везения присутствует везде. Но такой, в абсолютной величине, в большом количестве, влияет то, как много человек, в принципе, делает дел. И если процент примерно 1, ну, у кого-то 4% успешных дел, у кого-то, там, 96, да, у кого-то 7% на 93, ну, примерно одинаковое количество. И успех заключается в том, чтобы ошибки, которые вы воспринимаете как ошибки, воспринимать не как ошибки. То есть, относиться к ним как к позитивному опыту, относиться к ним как к чему-то, что делает вас успешным, что делает вас ярче, интересней, и как минимум с вами будет о чем поговорить. Так, девятый вывод. Мы, я думаю, еще на вопрос успеем пока поотвечать. Спасибо большое за обратную связь. Никто никому ничего не должен. Вот эта фраза, она такая спорная, и, конечно, она в каком-то абсолютном таком варианте звучит вот так. Никто никому ничего не должен. Но она все-таки мне очень нравится. Потому что другая фраза, близкая к этому, нет ожиданий, нет страданий, это тоже мой девиз какой-то по жизни. Потому что как только я понимаю, что я сильно переживаю или страдаю от чего-то, я сразу пытаюсь искать, какие мои ожидания не сбылись. Кто мне тут чего должен? Ну, то есть, ситуация должна была идти так, как я запланировал, а она идет не так, как я запланировал. Или человек должен был там, не знаю, прийти на встречу, а он не пришел. Или интернет вот не должен меня сейчас подвести, а он подвел меня. Вот что должно было быть так, как я ждал, а в итоге это пошло не так. И как только это пошло не так, сразу мы получаем либо гнев, либо там тревогу, что это пойдет не так, либо обиду, ну, либо какое-то разочарование. Нет ожиданий, нет страданий. Поэтому, поэтому никто никого ничего не должен. Это такая абсолютистская, наверное, формулировка. Не всем она пойдет в таком виде, но мне кажется, что просто слово «должен», оно очень похоже по смыслу со словом «обязан». Но вот что вы обязаны делать? У вас есть прям обязанности? Да, есть, наверное, какие-то, ну, там, следования закону, да, правилам и так далее, но все равно мы не должны их, им следовать, мы выбираем им следовать. Вот это важнее. То есть оставлять себе право выбора, даже то, когда кажется, что мы это делаем просто потому, что мы должны. Нет, я выбираю в моменте это делать. И вот это даже просто другая фраза. Поймите, что то, как мы мыслим, каким языком мы мыслим, напрямую влияет на наше настроение и состояние. И если мы мыслим языком «должен», «обязан», то это прям как груз на плечах, да. Опять же, возвращаясь к эмоционально-образной терапии, очень часто у людей прям идет образ какой-то гири или плиты, которая лежит на плечах, когда человек там приходит с проблемой хронической усталости, апатии, вот гиперответственности, не могу допустить ошибку, это, как правило, какая-то тяжесть, которая давит на плечи. Вот, и здесь очень хорошо отдать ту ответственность, которая не ваша. Отдать миру или там тем людям, которые вам это подарили в кавычках, часто бывают родители. И вот здесь по поводу долженствования вернуть себе ожидания к другим людям. Вот смотрите, если вы часто, вас часто кто-то разочаровывает, ребенок, муж, там, начальник на работе, друг, подруга. Поймите, что значит, что вы вкладываете какие-то ожидания, долженствования в этого человека. И вот, опять же, если говорить про эмоциональную образную терапию, вы можете представить, на что похожи эти ожидания человека, на какой образ. Это может быть вообще абсолютно любой образ, абсолютно существующий, даже не существующий в природе, во Вселенной. Вот на что похоже то, что вы вложили в этого человека. И просто мысленно представьте, что вы говорите так, стоп, это мои ожидания по поводу тебя. Я к себе возвращаю. И, ну там, сделаешь, ты не сделаешь, это твой выбор. Я его уважаю. Ну, от этого, конечно, будет там, то, как я буду себя с тобой вести, то, насколько вообще нам по пути. Но я себе возвращаю свои ожидания. Ты пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои ожидания. И я пришел или пришла в этот мир не для того, чтобы оправдывать твои ожидания. Но мы живем вместе, и мы можем делать так, чтобы было друг другу хорошо, наполнять друг друга. Но мы не должны на 100% оправдывать ожидания друг друга. И это дает определенную свободу и в отношениях, и внутри себя, что безусловно делает человека счастливее, как мне кажется. Так, и уже десятый вывод. Никто ни в чем не виноват. Установки, убеждения, и его генетику, его нервную систему. И то, что человек выдает какой-то результат, который нам не нравится, это причина многих процессов, которые были до этого. Знаете, есть еще такая хорошая фраза в психологии, что в каждый конкретный момент времени мы проявляем себя наилучшим образом, мы делаем наилучший выбор из возможных нам сейчас, в моменте. То есть даже уже через час, или через день, или через неделю мы бы сказали, нет, я ошибся, плохо поступил. Но в каждый конкретный момент времени мы выбираем наилучший способ, наилучший выбор из возможных. Это, кстати, такая хорошая оправдательная теория для тех, кто винит себя в чем-то, не может себя простить за что-то. Вот я рекомендую вам прям напомнить себе, что там и тогда вы не могли физически поступить по-другому. Ну, теоретически могли, но в моменте, в реальности вы не могли это сделать по-другому, потому что у вас был определенный опыт, определенная ситуация, определенное воспитание, установки, ваша генетика, темперамента и так далее. Все это дало вот тот результат, который дало. И это поможет вам научиться прощать себя. Но когда вы научились прощать себя, вам будет легче прощать другого человека. Потому что вы будете понимать, что если он так поступил, то это не потому, что я там что-то делаю не так. Ну, возможно и я, да, то есть здесь тоже нужен такой баланс. То есть есть фраза, что я не несу ответственности за чувства и эмоции других людей. Но тут тоже нужно ее доказывать, она немножко спорная. Но это фраза, которая помогает выйти из созависимых отношений. Когда человек вам манипулирует и говорит, это ты меня вывел, я на тебя обиделся, или из-за тебя все мои там ужасы и горе, да, то чаще всего это манипуляция. И здесь, чтобы не поддаваться на эту манипуляцию, можно просто себе напоминать, что я не несу ответственность за чувства и эмоции других людей. Конечно, какому-нибудь абьюзеру, там, насильнику и так далее, эту фразу не нужно рекомендовать. Это нужно рекомендовать, и я эту сейчас фразу говорю тем людям, которые очень переживают за каждое мнение окружающего. Что-то плохое про него сказали, кто-то обиделся, кто-то сказал, ну вот, какой ты там плохой друг, да. Но больше для этих людей эта фраза подойдет и поможет найти какую-то опору, стабильность. Так вот, когда вы поймете, что каждый сам выбирает обидеться или не обидеться, каждый сам выбирает разозлиться или не разозлиться, то и прощать себя вам станет легче. А когда вы сможете легче себя прощать, то вы сможете и других прощать, понимая, что, ну, скорее всего, какие-то проблемы в детстве. Ну, скорее всего, определенный темперамент. А может быть, врожденная вообще недоразвитость какая-то определенных областей мозга не позволяет этому человеку проявить эмпатию. Ну, вы просто не способен, как безногого, научить ходить. Что я буду на него обижаться? Ну, я его принимаю. Другой вопрос, вы не обязаны с этим человеком жить, смиряться. Это не про смирение. Принятие и смирение – это разные вещи. Смирение – это я не принимаю, но терплю. А принятие – я разрешаю этому миру быть таким, какой он есть. Я не играю в Бога и не говорю, что эти люди плохие, этот человек там ужасный, его нужно изменить, ему нужно показать, где он неправ и так далее. Вот чем отличается принятие и смирение. Так. Так, давайте посмотрим, что вы написали. Отличная фраза, жаль, что не все по ней живут. Ну, каждый приходит в свое время сам, да, каким-то фразам, каким-то выводам. Опять же, друзья, очень не хочу, чтобы воспринимали меня как какого-то там гуру, наставника, учителя. Просто личный опыт одного из людей, которые есть в вашем окружении. Я, кстати, очень вас благодарю за то, что вы подписаны на меня, за то, что я один из тех людей, которые находятся в вашем окружении. И то, что вы пришли сегодня на этот прямой эфир для меня – это подтверждение и показатель. Ну, и если смотрите в записи, тоже спасибо вам огромное. Ну, давайте два бонусных вывода, которые я для вас приготовил. Это тоже мои такие любимые выводы и фразы. «Грамм практики заменяет тонну теории». Эта фраза, в свое время я ее в одном окружении очень часто говорил, я не помню, откуда я ее услышал. И когда на других каких-то выступлениях мои друзья, коллеги ее говорили, они прям ссылались на меня, да, как любят говорить Константин. Я говорю, да вы не переписывайте эту фразу мне. Я ее сам где-то услышал. По-моему, еще какая-то китайская мудрость, да, «Грамм практики заменяет тонну теории». Вот мы очень часто упираемся в какое-то постоянное обучение без практического применения. И на мой взгляд, мы за… это тоже такие игры разума, это тоже что-то про виртуальную реальность, это как игромания. Вот это теоретизирование всего, это типа «я понимаю, я становлюсь мудрее», это такое бальзам и поглаживание для нашего внутреннего эго. Но в действительности это никак не влияет и не изменяет нашу жизнь или не меняет нашу структуру личности. Структуру личности, нашу психику в хорошем смысле влияет, меняет только практика, только проживание какого-то опыта. И это касается и каких-то глубоких практик, и это касается просто обычной зарядки или там обычного какого-нибудь правильного питания, исключения сладкого или спиртного из своего рациона. Вот это уже будет гораздо проще, чем знать, чем нам это вредит. Ну и завершающий вывод, такой 12-й бонусный вывод, что то, что мы не осознаем, контролирует нас, то, что мы осознаем, мы можем контролировать. Я постоянно и очень люблю эту фразу, давайте становиться осознанней, давайте задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую в моменте, да, вот просто чувствуете, что как будто кошки скребут на душе, бывает же такое. Задайте себе вопрос, что я сейчас чувствую, как бы я эту эмоцию описал, это страх или это какое-то, это тревога, или это раздражение, или это гнев, или это апатия, или это грусть. Видите, какой большой спектр эмоций можно по отношению к себе испытать, и это еще маленькая часть, да, можете погуглить, не знаю, в гугл-картинках, в яндекс-картинках спектр эмоций, да, какие эмоции вообще есть и как они звучат. И это поможет вам расширить, обогатить вашу эмоциональную сферу, научиться идентифицировать эмоции более точно, более точечно, более досконально. И как только вы это сделаете, поймете, ага, окей, я грущу, походу я грущу сейчас. Какая мысль вызывает эту эмоцию? И как только вы научаетесь находить мысль, то вы получаете в руки штурвал. Другой вопрос, куда вы будете рулить, куда вы будете этот штурвал направлять, но штурвал у вас в руках. Пока вы это не осознаете, штурвал в руках у вашего подсознания, да, то, что мы не осознаем, контролирует нас, то, что мы осознаем, мы можем контролировать. Вот очень важный момент. И я всем, наверное, желаю, чтобы уровень осознанности с каждым днем у нас у всех рос. Мы просто даже понимали, что если мы идем курить, мы осознанно это делаем. Мы понимаем, что, окей, я выбираюсь часто получить маленькую какое-то псевдоудовольствие, ну, навредить себе здоровью. Это нормально, это выбор каждого. Или там, я выбираю сейчас посидеть и потупить, полезть, сидеть в интернете. Или я выбираю почитать книгу, тоже иногда бывает тупую какую-нибудь книгу. Или я выбираю просто понаблюдать на закат. Но это мой выбор, и я осознанно это делаю. И вот эта осознанность будет давать вам возможность управлять вашей жизнью. Что, в принципе, я бы, наверное, и хотел пожелать каждому из вас и в завершение нашего сегодняшнего эфира сказать, что я очень хочу, чтобы, когда мы все проживем эту жизнь, в конце вот эти маленькие бусины, из которых тоже релье каждый из нас собирает, было для каждого из вас самым красивым, самым уникальным, самым таким насыщенным с вашей точки зрения. Так, скажите, пожалуйста, эфир сохраните. Да, я планирую сохранить. И, наверное, завтра выложу так, что, если вы захотите его пересмотреть, я думаю, что у вас это обязательно получится. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы были сейчас со мной, этот час. Не знаю, быстро или не быстро он пролетел для вас. Для меня очень быстро. И мне радостно и отрадно то, что всю ту информацию, которую в той или иной степени я хотел вам дать, я ее осветил. Спасибо за ваши реакции, за ваши лайки и за то, что были сегодня со мной. Хорошего вам вечера. Наверное, до числа 16-го я тоже буду очень редко пока выходить в соцсети. У меня такой уже отпуск-учеба-поездкой. И после 17-го где-то я планирую уже возобновить себя более активно в социальных сетях. Ну и в консультационной деятельности тоже, конечно. Все, всех обнимаю. Спасибо большое за очень большое количество теплых слов, за вашу отдачу, которую вы мне сегодня тоже подарили. Всех обнимаю.